Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о 31 главе книги пророка Исаии Иерусалимского. В 31 главе в сущности повторяется проповедь, которая была приведена в предыдущей главе, но с некоторыми существенными вариациями, и поэтому наиболее рационально думать, что это другая проповедь, сказанная в другое время, может быть, через какой-то промежуток времени, записанная отдельно и затем добавленная в сборник речений пророка Исаии кем-то из его учеников. Потому что тема, в общем, та же самая, что и в предыдущей главе, и мысли отчасти похожие, естественно, но отличаются какие-то важные повороты мысли пророка. Речь снова идет о попытке Иерусалимской верхушки заключить союз с Египтом для того, чтобы защититься от агрессии Ассирии. И пророк говорит, горе тем, которые идут в Египет за помощью, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Как и в предыдущей главе, Господь упрекает не столько за само по себе решение, кому именно надо обратиться за помощью, сколько за то, что не смотрят на Бога. На святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не Дух, говорит здесь пророк. И, собственно, довольно очевидное для сегодняшнего читателя, а в те времена может быть более впечатляющее противопоставление. Кстати, довольно важное в отношении египтян и Египта. Смотрите, египтяне – люди, а не Бог. Хотя египетский фараон как раз привык делать вид, изображать из себя, или, может, правильнее будет сказать, корчить из себя, как раз такого чрезвычайного полномочного представителя богов на земле живым богом. А пророк говорит, нет, они люди, а не Бог. Люди, а не Бог, и кони их плоть, а не Дух. И поэтому они не способны совершить невозможное. И вот так сказал мне Господь, как лев, как скимен над своей добычей, не содрогнется, когда вокруг орут множество пастухов. То есть он представляет себе картину, когда вот лев растерзал овечку, вокруг бегают, значит, страшное количество пастухов, орут кидаются в льва камнями, а ему хоть бы хны. Очень такая, на самом деле, жизненная и вполне природная ситуация. Вот лев не содрогнется от этого крика, так, говорит пророк, Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион. Сойдет сразиться за гору Сион. В конце концов, Бог все равно будет вмешиваться в эту борьбу. Бог все равно не бросит гору Сион на произвол судьбы. Но попытка защититься при помощи Египта, а не при помощи Бога, это, тем не менее, остается грехом перед Богом. И дальше замечательный образ, который потом цитирует Господь Иисус Христос в Евангелии, может быть, в таком же горьком контексте. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Пророк таким образом представляет себе Бога, как наседку, которая собирает, которая защищает своими крыльями людей. Иерусалим и Иерусалим побивающий пророков. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих под крылья», говорит Господь Иисус. И это очевидная совершенно отсылка именно к пятому стиху. «Как птицы птенцов, так Господь покроет Иерусалим, защитит и избавит». Ну и мне кажется, невозможно не впечатлиться самим по себе образом вот такой защиты, такой заботы. Теперь важно еще вот, что, как любое пророчество и обличение, это произносится не столько для того, чтобы испугать или одернуть слушателей, сколько для того, чтобы что-то изменилось. Обратитесь к тому, от которого вы отпали, настолько отпали сыны Израиля. Пророк считает, что до такой степени умножились в Иерусалиме, в жизни общества, разнообразные формы идлопоклонства и золотые и серебряные идолы, что вот это надо все отбросить от себя, только так можно по-настоящему обратиться к тому, от которого мы отпали. И он говорит о том, что падение Ассирии, гибель Ассирии будет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч потребит его. Таким образом, снова он возвращается к вот этому возможному союзу с Египтом, который, в конце концов, ничего никому хорошего и не принес. И вот говорит пророк, Ассирия падет не от человеческого меча, а Египет – люди, а не Бог. И от страха его пробежит мимо крепости своей в отступлении. Так говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнила в Иерусалиме. Еще один образ, способ говорить о Боге, своего рода имя Господа, Господь, чей огонь на Сионе и чье горнило в Иерусалиме. Чрезвычайно поэтический образ, который снова и снова еще и еще другими способами говорит о том, как важен для Бога Сион, как важен для него его народ.